всем привет если еще не здоровалась сейчас буду тесто заводить на пасхе и компот варить вишни еще осталось того года побольше компота как компот не только вишня но мы хорошо ее такой компотик просто из вишенки все пусть варится это красота поставила пенотику готовить и буду заводить тесто мука понадобится 3 яйца 800 грамм муки 3 яйца молоко сметана сахар или расписать сколько чего наверное лучше распишу под видео чего и сколько так будет удобнее рассказывать ванилин вообще я если честно я сидела сюда на глаз я стряпаю булки плюшки неважно я все стряпаю на глаз я уже знаю все как ванильки добавляю побольше я люблю ванилин здесь у меня изюм я его помыла и он у меня теперь сушится подсохнет уже все подсыхает а пока я буду делать опару подогрею сейчас молоко быстренько чтобы оно было тепленькое молоко подогрела но чтобы оно было слегка тепленькая кастрюлю в это кастрюлю я буду замешивать выливаю молоко чайную ложку сахара 1 достаточно 11 грамм дрожжей у меня пачки 7 грамм дрожжей у меня уже просеянная муки 200 250 грамм она у меня уже просеянная приготовила просеянную муку добавляем муки мало молока очень удобно так и на глаз муки я думаю достаточно так перемешиваем все и оставляем в теплое место ну примерно на полчасика хорошо перемешать да пелька сегодня с пилочком гуляли на лавочке сидели да нам очень понравилось покормила всех сегодня с утра пораньше потому что рушан занимается ну и лучше на сзади чем размешивать а что-то а вот нашла он с утра пораньше штукатурит а я начинаю это кормить всех ну понемногу надоедает штукатурка если ты целыми днями штукатуришь штукатуришь до такой степени скучная работа скучная долгая трудная когда ты еще не мастер это вообще не очень легко дается штукатурка нам дается трудно и долго я уже пробовала им помогать я вся была в этой штукатурке это нелегко поэтому я понимаю своего мужа что это все будет очень и очень долго я не знаю еще минимум наверное недели две будем штукатурить ну если рушан будет один без моей помощи потому что у меня там штукатурки помощи никакой больше мне кажется я буду мешаться и он будет на меня отвлекаться ну а чтобы ему скучно не было конечно я хожу туда его немножко развлекаю потому что ну посиди в этом доме один там штукатурить крыша может съехать поэтому как то чтобы это не забиваться на одной штукатурке мы разбавляем свой день вот он поштукатурил утром немного потом мы пошли заниматься в огород своими делами в огороде позанимались потом вечером он опять идет штукатурить и вот так потихоньку и мы никуда не торопимся я не знаю почему нас весь еще не торопят куда то мы никуда не торопимся потому что штукатурка и было такое дело не легкое не быстрое но все на пол часика должно должно будет подняться почти в два раза в теплое теплое место гречка закипела я пока буду мне нужно будет масло растопить я его вытащила оно у меня комнатной температуры масло я использую в светофоре беру для выпечки я беру масло в светофоре оно нормальное многие даже берут это масло добавляют в пюре когда гречку готовят добавляют это масло даже на хлеб машут едят ну кто как любит все конечно у всех все по возможности поэтому я никогда не осужу человека которые покупают что-то в светофоре либо еще в каких-то магазинах в фикс прайсе у всех своя возможность так что нормально все ну ладно будем ждать сейчас покажу чем Рушан занимается все вышли я выгнала а зачем ты их выгоняешь чтобы они вышли на улицу что они там сидят куда поставь пока сейчас песка принесу антижир Рушан там казан чистит цыпы ну конечно гоняют их но не так сильно я переживала что будет намного хуже они до поилки до суть видите гоняют либо боятся еще сами больше шугаются они даже летают кстати у бройлеров видите сейчас тень у них солнце на них когда только вечером уже ближе к вечеру ой что ж вы такие смешные ой летают прям барашки тоже пока у нас сидят потому что жарко очень они прячутся от жары вода все корм все есть сидят наживались травы вон с утра пораньше траву давали все кур уже сейчас едет что ли кур уже все а да вот осталось чуточку вот так нормально вроде бы пусть бегает пусть бегает и про стулочку вот есть у меня стулочка еще с того года ну правильно же стулочка стуль ну стулочка же дядь коля тут лена все здесь говорят стулочка ну а какая разница стулочка стулочка как говорят так я говорю да привыкаешь же говорить это да а как руки жгет а давай перчатки что ж ты без перчаток сегодня 1 мая с праздником вас это видео выйдет наверно в паску 2 мая так что с паской вас просто не успеваем монтировать одно дело походить немножко вам показать это 10 минут камера выключается и начинаем носиться то надо это надо так что показать это тоже что-то надо казан на завтра рушан готовить завтра некогда будет это смотрите какие красивые футболки да такой яркий и красивый футболки классные опять в краску меня вода ты и так смотри сегодня поджарился косил траву. Смотрите, бордовый. И шея тоже. Ой, что творится, рушь. Понимаете, потому что косил. А где ты, говоришь, у галоши ты снял эту? Покажи. Внутреннюю эту часть. А из-за этого тебе неудобно ходить? Ну да, они большие стали. А зачем ты снял ее? Потому что она эта, она все, я кердик пришел. Теперь, говорит, слетают галоши, я, говорит, иду их за собой тащу. Но они, когда они были, это внутри что-то было, она к носку как бы цепляла, что ли. И нормально было. А сейчас. Кто что будет на Пасху готовить, напишите, интересно будет почитать. У меня еще весь вечер перечитать ваши комментарии. И что-нибудь для себя, может, возьму. Или что, кто уже приготовил. Видео же выйдет 2 мая. Нормально тебе тяни. О, хорошо. А где кастрюля твоя? А, она у тебя вон там, да? Ты с кастрюлей игралась. Ой, хорошо, везде продувает. Хорошо. Здесь открыто у нас постоянно. Здесь открыто. Да? Хорошо тебе? Там, видите, сколько щелей. Все продувается, все хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Перемешиваем. Я просто показываю, как я готовлю. Я никого готовить так не заставляю. Потому что многие просят показать. Тесто на булки. Потом как-нибудь покажу, как я тесто на булки завожу. Так, теперь добавляем масло. Масло не стало топить. Можно не топить. Главное, чтобы комнатной температуры было. Я просто смотрела, что оно хорошо подтаяло. Грамм сто пятьдесят. У меня здесь сто семьдесят пять. На глаз также добавлю. Маслица. А у меня хорошо перемешается. Я тоже можно убрать в морозилку. Я просто в морозилке вытащила масло. Думала не отойдет, а нет. Насколько тепло. Сегодня у нас плюс двадцать восемь на улице. Я думала, вы видели, я вам Рушана показала, как он загорел. Так, и это все мы перемешиваем. Все? Получается все? Конечно. У меня никогда бы не получилось. Нет, никогда не получилось. Ой! Ну ты поняла, что я сказала. Я это не буду вырезать. Не надо вырезать. Ну я просто перепутал. Я имею в виду, всегда все получается. Вот что я хотел сказать. Все, 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 все слышали. Ужара. Да, хорошо наладится. Так. Не знаю, видно, нет? Что у нас получается. Так, теперь добавляем сметану. Сметана, сметана. А ты можешь проверить пилотику? Вон, посмотри, чтобы это не горячее было. Не, не горячее. Дать? Да. Пойдем. Только спиро скажи, чтобы он ждал и чтобы он сидел. Ну и конечно, чтобы он будет сидеть ждать. Ты ему говоришь спиро сидеть? Сидеть. Молодец. Сидеть сказал. Сидеть. Сидеть. Он еще к тебе не привык. Всегда же я команду им. Сидеть сказал. Ждать. Что, не сидеть что ли? Сидеть. Теперь говори ждать. Когда положишь. Ждать. Не трясись. Не трясись. Не трясись. Сидеть. Это порода такая, они всегда трясутся. Руж. Не трясись. Сидеть сказал. Ждать. Ждать. Сидеть. Ага. Не могу. Можно ехать. Молодец. Молодец. Сидеть. 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 И теперь добавляю оставшуюся муку. Мука. 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 Читичко. Вдруг. Многовато будет. Вообще 700-800 грамм муки. На глаз. Между 700 и до 800. Добавляю. Ты прям как синоптик. Что? Завтра погода будет градусов так 15, плюс 15, плюс 32. В диапазоне не ошибиться. Мы так с тобой как синоптики всегда говорим нашу погоду. Ну знаете многие. Вот мы со многими подписчиками общаемся в соц сетях. И все даже пишут. То есть спасибо что вы говорите. Потому что многие хотят переехать в Краснодарский край. И всем это. Многим это. Вернее интересно. И все это специально. Пожалуйста. Спасибо пожалуйста. Какая у вас сегодня погода. Какая сегодня. И поэтому я посмотрела что многим это интересно. Почему бы тогда и не говорить. Какая погода. А потом поможешь каких-то блогеров постоянно. Потому что мы время не пустим. Она тоже погоду говорит. А все говорят погоду. Я думаю что в интернете посмотрите сейчас вообще синоптикам это. Ошибается да? Дядь Коля рассказывал то ли какой-то в Италии то ли где. Синоптики пришли на работу получается. А у них все дорогостоящее оборудование украли. Царапает. Извини. Царапает ложка. Чем можно еще помешать? Эмо не поцарапает. Царапает. Вот посмотри. Это не царапает. Это от нержавейки следы остается. Но это же плохо. Ну да. Потому что сколько звук издает ружь. Ну пластиковая ложка помешать. Какой пластиковый? Вот этой? Ну да. Где она сломается. Она не будет мешать. Ну какой она трубой. Какой? Деревянный? Деревянный. Точно не сломается. Вот они приходят на работу, а там оборудования нет. И на записках стоит. Типа как научитесь погоду правильно предсказывать. Вот так вернем оборудование. Вот так же и у нас получается. Если дождя не обещают, то вероятность того, что дождь будет тоже высока. Ну вот когда мы с тобой приехали из поликлиники. Скажи да? Вообще даже не пахло. Уезжали дождем не пахло. Нигде не было. Такой день был хороший. Да у нас тоже как бы вот сколько раньше было два канала. Россия Кубань. Диана Ярушанова Live. Ой. По телевизору два канала. Я поняла. Я смеюсь. Вот. Там просто Кубань назывался канал. И этот. Россия Кубань 24 что ли. Вот. И они как это. Прогноз погоды говорит. Всегда год у них разный. Одни одно говорят, вторые другого говорят. И вот такое ощущение, что они ставки ставят. Кто угадает. Поэтому вот. Самый верный прогноз погоды это смотреть на нашем канале. И в реальном времени смотреть какая у нас погода. И понимать что такое Кубань. Что такое Юг. Да у нас редко видео вот так вот как сегодня отстают. Потому что не успеваешься. Если бы не монтаж. Я бы сразу выбросила и все. Но это надо сидеть. Монтировать. А на это времени если честно нет. Тем более когда солнечно такая хорошая погода. Хочется повозиться и еще что-нибудь во дворе поделать. У нас просто в этом году весна очень поздняя. Да. Если взять по прошлому году. У нас в середине апреля уже почти все посажено было. Там только чуть-чуть оставалось и все. А тут вы видели просто что дожди, дожди, дожди. И люди прямо это не успевают. Сейчас посмотришь. Едешь все сидят в огородах. Ну да. У нас есть даже люди, кто до сих пор еще картошку не посадил. Угу. Потому что просто не успевали. Кто на работе находился, кто где там и... Погода не позволяла. О, я думаю предостаточно. У меня хватило 700 грамм муки. О, смотрите. Вот такое вот тесто получается. Сейчас я еду хорошенькой. Тесто у меня подошло. Подошло оно уже два раза. Первый раз 30 минут подошло. И второй раз тоже 30 минут подошло. Вот что у нас пчел много развелось. Грушан думает от кого-то пчел улетели. Так, теперь смазываю формочки маслом. Потом на одну третью высоты формы ложу тесто. И потом в разогретую 100 градусов духовку ставлю выпекать минут 10. Они выпекаются у меня. Затем я температуру увеличиваю до 180 градусов. И там уже выпекаем до готовности. Примерно около 30 минут. Вот так я готовлю. Что-то у них там. Что-то у них там. Хорошо.